Вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха не может быть темой для обсуждений. Выступая на Валдайском форуме в Сочи, президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся последних провокационных заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Глава государства напомнил, Нагорный Карабах – исконно азербайджанская земля. Также хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер-министра Армении, удивление не только в Азербайджане, но и соответствующая реакция была дана и со стороны Российской Федерации в рамках Валдайского форума. Так вот, заявление почти дословно – Карабах – часть Армении и точка. Ну, во-первых, это, мягко говоря, ложь. Карабах всем миром равнинный, Нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признаёт это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землёй. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. Вечеря Хама Алиева была построена на конкретных фактах, тогда как заявления Пашиняна являются ничем не обоснованным популизмом. Неконструктивное высказывание армянского премьер-министра способствует дальнейшему ухудшению имиджа властей в Ереване. Как вы знаете, в августе этого года премьер-министр Армении во время своего визита в оккупированной Ханкенде выступил с провокационным и абсолютно бредовым заявлением, что Карабах – это Армения. Глава нашего государства, как всегда, сдержанно и основываясь на логике, ответил на эти заявления руководства Армении с высокой трибуны. А в его ответе звучали слова «Нагорный Карабах – это Азербайджан» и восклицательный знак. Тем самым до международной аудитории, до научно-исследовательских кругов была доведена принципиальная позиция Азербайджана. В отличие от популистских заявлений Пашиняна и ему подобных, данная позиция была однозначно доведена до внимания мирового сообщества. Пашинян в очередной раз делая это заявление, показал свою недальновидность, потому что делая это заявление в Ханкенде, на оккупированных территориях, он должен был знать, что Азербайджан этот вопрос не оставит без ответа. Сказать, что Карабах – это Армения, это значит завести переговорный процесс с Азербайджаном в тупик. Тем самым Пашинян фактически создал предпосылки для начала военных действий. Ильхам Алиев во время своего выступления также подчеркнул, что возврат азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои исконные земли, в том числе и в Нагорный Карабах, соответствует резолюциям Совета безопасности ООН и Хейсинскому заключительному акту. Официально Баку не доволен тем, что эти решения не выполняются и остаются только на бумаге. Месседжи, озвученные президентом Ильхамом Алиевым, по мнению экспертов, еще более укрепили позицию Азербайджана в международном сообществе. Мне представилась большая честь лично видеть и слышать выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Валдайского клуба. Сегодня все новостные ленты социальной сети делятся фрагментами этого действительно исторического выступления, поскольку президент Азербайджана дал очень мощный импульс азербайджанскому обществу и также адресовал очень важные месседжи международным кругам. Кроме того, президент правильно выбрал место и время. И на уровне с трибуны влиятельного международного форума, Валдайского форума, где собирается мировая интеллектуальная элита, в присутствии глав четырех государств, включая президента Российской Федерации, Ильхам Алиев заявил «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак». Участие Ильхама Алиева в заседании, посвященном восточному вектору геополитики, закономерно, ведь Азербайджан, благодаря лидерству реализации международных транспортных и энергетических проектов, является сегодня мостом между Востоком и Западом, резюмируют эксперты. Повестка заседания «Мировое устройство. Взгляд с Востока». И в этом смысле мнение Ильхама Алиева по этому вопросу очень ценно. Многих экспертов интересовала позиция Баку на то, как Азербайджан вообще реагирует на вызовы. Также подчеркнула и встречу президентов Путина и Алиева на полях Валдайского клуба. Особого внимания заслуживает и позиция президента Ильхама Алиева по важности сотрудничества с Москвой. Азербайджанский лидер в очередной раз продемонстрировал прагматизм и последовательность укрепления российско-азербайджанских отношений. Отметил рост товарооборота до 2,5 миллиардов долларов. Прилично достаточно суммы. И это при сложностях, которые наблюдают в мировой экономической системе. Напомню, что во время своего выступления Ильхам Алиев также поблагодарил президента России за приглашение на пленарную сессию. Говоря о развитии российско-азербайджанских отношений, он подчеркнул, что отношения между странами имеют стратегическое значение, и стороны уже наметили пути дальнейшего взаимодействия. Шамистам Амедов, Ируз Рагимов, CBC.